Дай советы по произношению английского R для славянского рта, чтобы не звучать как чел с пирсингом в языке из крысиных бегов. Ну, ты имеешь в виду американское R. Но американское R это альвеолярный аппроксимант, то есть иными словами движение примерно такое же, как если ты издаешь трель, как в русском или испанском R. Но при этом кончик языка не касается альвеолярного бугорка и, как следствие, не трепыхается. И получается R. Обратите внимание, звук все равно неправильный. Что-то не так. Дело в том, что американский R это не просто альвеолярный аппроксимант. Это огубленный альвеолярный аппроксимант. Поэтому требуется немного округлить губы. R, 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 R. И тогда этот звук получается. Если немножко углубляться, то когда ты действительно произносишь правильный огубленный альвеолярный аппроксимант, ты заметишь, что он не только огубленный, то есть не только лабиализованный. Он еще, блядь, и веляризованный тоже. Но это как бы произойдет само. А если он огубленный и веляризованный одновременно, то это означает, что у него есть свойство какого согласного звука в английском языке? Правильно. Вот такого. Правда, это, конечно, гласный был скорее. Даже очень. То есть признаки согласного звука в. И по ощущениям, когда ты издаешь звук в, у тебя, в принципе, должно быть ощущение плюс-минус такое же, как когда ты издаешь звук в, если ты издаешь его правильно. Ну вот как-то так. Что такое hard R? Когда мы говорим в контексте обсуждения речи, на каком-нибудь диалекте английского языка, в котором как раз-таки R может опускаться в поствокальной позиции, то есть если находится после гласного звука, то у нас встает вопрос, а как назвать вот это вот R, которое опущено, и за счет которой удлинена компенсаторно удлинена гласная перед ней, гласная фонема. С одной стороны. И как мы назовем R, которое все же при беглом произнесении слова, либо в середине слова, не в поствокальной позиции, которое все равно читается как R? Как мы их разграничим? А вот, та R, которая опускается, мы ее называем soft R, та, которая не опускается, мы называем hard R. Из-за этого у термина hard R есть российская коннотация, потому что N-слово в английском языке может заканчиваться на er, и оно как бы будет заканчиваться на hard R таким образом, в конце будет er, а может заканчиваться на a, то есть опущенное R. В афроамериканских диалектах английского языка тоже происходит упразднение R в поствокальной позиции, зачастую даже без компенсаторного удлинения гласного, кстати говоря. Вот, почему-то они не удлиняют гласный, чтобы скомпенсировать. Вот, и как бы, но это даже и не важно. Важно, что R пропадает. Это таким образом, вот это самое N-слово, которое заканчивается на a, в нем soft R, а то самое N-слово, которое заканчивается на er, в нем, соответственно, hard R. Но вообще soft R, hard R, это не исключительно про N-слово, это в целом про разные случаи употребления в речи фонемы er, то есть это либо про два разных аллофона фонемы er, либо если мы надеваем шапку диалектолога, то разные диалектные вариации фонемы. Схемпенсионные обязанности фонемы. Да, смпенсионные обязанности в речи фонемы и лопом.